Христос воскресе! Здравствуйте, братья и сестры! Сегодня церковь совершает память так называемого Николая Летнего. Перенесение мощей чудотворца Николая Мирликийского из Мирликийских в Бари, в Италию. Есть такая народная байка про то, почему Касьян редкий именинник, раз в четыре года, а Никола дважды в год. Действительно милосердный человек, окрыленный, живущий во веки, достоверно известный всем народам земли. И уважаемый среди разных вер, помимо христианской, чудотворец Николай опять приковывает к себе наше внимание. На чем нам остановиться с вами, братья и сестры, говоря в очередной раз о великом архиереи Николае? Например, заметьте себе, что творя чудеса, он не ограничивается благодетельством одному человеку. Его чудесное вмешательство в человеческую жизнь, скорбную и несчастную, ознаменовывается спасением для многих сразу. Например, одно из достовернейших чудес, связанных с Николаем, одно, которое вошло во все анналы, это спасение от публичного дома, от проституции трех юных девушек. Возраст проститутки в Римской империи – это 9 лет, на самом деле. Это по новеллам Юстиниана сдвинули до 12. То есть понятия педофилии не существовало. Некий человек попал в страшные долговые какие-то такие тиски, ситуацию, и вынужден был, не знаю, не нашел другого способа своих трех дочерей малолетних, мало-мало-меньше, таких, как вера, надежда, любовь, ну, девочки свои, значит, куда-то там сплавить, как бы, значит, в блудилище, чтобы долги покрыть, по-судимому, продать их в сексуальное рабство. Николай об этом узнал, и узнал сумму долга этого человека, и сумел принести ему ночью деньги, утаившись по имени, как благодетель, и спас, таким образом, трех человек от дома терпимости, три детские души и тело, а отца сберег от жуткого греха, после которого можно, собственно, и руки на себя наложить, если такое сделает отец над своими дочерьми. То есть не одному, а сразу куст снимает, розовый куст. Четыре человека спасаются. Потом известнейшее чудо – это спасение неправильно оклеветных воевод. Есть прекрасная картина Ильи Репина, где Николай, как бы, с небес является, там, вырывает меч, такую атлетическую, здоровую, такого, этого, палача, спекулатора, а там эти воеводы уже лишаются жизни, как бы, из них уже душа уходит, они там зелено-бледные такие стоят, готовые уже подклонить голову под меч. Николай действительно спас трех воевод сразу, да, то есть тоже на одного не разменивался. То есть он является во сне царю, устрашает его, повелевает отпустить невинных людей. То есть вот такая могущественная сила. Мы, как бы, зная по себе, убеждаемся ежедневно, что мы не можем себе самим помочь. Не то, что ближнему. Когда начинает ближний рассказывать тебе про свои проблемы, про свои, не знаю, грехи, долги, слезы, страхи, болезни, неприятности, то ты, как бы, хотел бы развести руками эту беду, но ты понимаешь, что ты абсолютно бессилен, ты не можешь ему помочь. Ты можешь только пожалеть его, поплакать вместе с ним, может быть, помолиться за него хоть как-то, хоть чуть-чуть. Это все, что ты можешь. Может быть, денег дать, если деньги есть. А Николай вторгается в жизнь человеческую, приходит с властью, с силой, с радостью, с шумом могущества, как бы, и совершает чудеса, и замает людей из беды, да и не по одному, а сразу по многу. Одно из известных его чудесных заступлений – это спасение корабля на море, когда уже не стыдно бесом летающим погрузить и корабли хотящим. И Николай, запретив, утешил волну морскую. И с тех пор, собственно, многие моряки знают его, к своему помощнику. Собственно, все должны были бы знать. Ну и называются корабли, в честь чудотворца Николая, и лодки, и рыбацкие, и всякие там шлюпки, катера. Потому что Николай спасает людей на водах. Чудеса его не прекратились. То, что это известно, это ближайшее время после его смерти, или прижизненные чудеса. А вот уже за время его отшествия от земных, наша с вами земная реальность оказывается для него очень небезразличной. То есть мы исповедуем в Боге ту любовь, что он так и возлюбил Бог мир, что и сына своего единородного дал, да всяк верующий в него не погибнет, но имеет жизнь вечную. То есть послание сына в мир на крест и смерть и воскресенье – это знак любви Божией к миру, так возлюбил Бог мир. Он отдал дорогое, самое дорогое. И святые, которые уходят от земли, они могут настолько впериться в небесную славу, что земля для них забывается полностью. Что там на земле, Господи помилуй, зачем она? Я оттуда ушел. Но Николай имеет вдвойне сильную любовь, потому что, уйдя в небесное, он не забывает земных, и так полюбил этот несчастный народ. Род человеческий, даже не отдельный народ, а просто род человеческий. Он же творит чудеса самым разным людям. В Хабаровске известный случай, когда он китайца из льда вытаскивал, когда китайец пошел под лед на Амуре, ходил туда по такой приграничной торговле, это еще дореволюционное событие, то он помнил, что там возле какой-то образа, такого дедушки, люди ходили и крестились, что-то там шептали, молились. Он как-то взмолился по-китайски, «Дедушка с вокзала, помоги мне». Николай явился, вытащил его из этой ледяной воды, спас его. То есть любому человеку, веру в любой национальности, расы и так далее, Николай помогает. Это очень интересно. Человеку не опротивила земная реальность, и он не перестал помогать, уйдя отсюда. Мог бы упокоиться в раю и наслаждаться благодатью. Нет. Посещает мир и помогает им. Поэтому два праздника, поэтому много храмов никольских. Поэтому такая сильная любовь к Николаю Чудотворцу, это вообще как-то мерило архиерейство. Не будучи проповедником златословестным, как Иоанн, например, или богословом мудрейшим, как Григорий, Николай – это пастырь словесного стада, он помощник, защитник. Жезл в руках его недаром носит архиерейский, он защищает овец от волков. Поэтому помолимся и сегодня Чудотворцу Николаю. А те, кто по морю плавает, а те, кто в окопе сидит, а те, кто отправил в далекую командировку родных своих и переживает за них, а те, кто приблизился к смертному порогу, а те, кто унывает от грехов, помолимся. Каждый о чем знает? Господу Богу. И призовем на помощь великого помощника, Чудотворца Николая, который всем сразу может помочь. Он такой, он очень интересный. С праздником! Христос воскресе! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok